Почему-то у меня даже при низотерапии происходят маленькие такие, скажем, синячки, как с нитей. Ну, здесь такое дело, да, поняла. Но обязательно, потому что если ставишь вдоль складки, они ещё больше будут. Образуется коллаген вдоль нити, и складка вместо того, чтобы стать меньше, она становится ещё глубже. Если токсин плохо работает, мы сюда тоже скрю ставим. И вот это, вот эту всю зону тоже, вот у нас морщины вот так идут, как у меня сейчас красиво, да. Но просто мне лететь я не могу сейчас не чувствую. И мы сюда тоже ставим вот так скрюлину, вот так под бровь и наверх. Чтобы поднять бровь, тогда мы уже ставим корку. Потому что скрюну так, оно поднимет, но не очень, не очень. Каких случаях ты ставишь скрюну? Если просто нужно как бы мимику вот эту, да, убрать. И есть, допустим, с возрастом уходит жир, жир, и оголяется вот кость, да, и такой лоб пустой. Вот его тоже нужно прошить для того, чтобы просто уплотнить кожу. Вот оно станет, присоберётся вот так. Что ещё по моно-скрю? Пожалуй, всё, наверное. Здесь, ну, марионетки, понятно, тоже скрю. То есть, где мимика есть, мы скрю. Дальше, переходим к когам. Коги я делаю, Алла, наверное, говорила, да, восходящим лифтингом. Ну, вот, допустим, у нас старые техники. Мы заходим со скуловой связки, ставим сюда, куда-то, ну, неясно куда, да. Потом получаем... Можно указать, куда-то ставим. Да, получаем, короче, втяжение. Результата нет, клиент недоволен. Ну, короче, нити. Скуловой связки мы никак не поставим, потому что мы не крепимся в скуловую связку, мы крепимся в ПЖК, по-любому. То есть, мы, получается, когами армируем. Зачем? Непонятно. Хотя мы должны сделать лифтинг. Мы должны подвижные, мягкие ткани, вот это все, крепить к неподвижному, к по-неврозу. И только в этом случае мы получим лифтинг. Если мы... Это просто будет называть армирование. Почему я захожу с лица, а не с волос? Во-первых, волос нужно стричь, потому что если волосина попадет в ход нити, это будет воспаление. Волоси грязные, невозможно нормально обработать, да? И мы с жесткого заходим в мягкое. И нам очень сложно поймать вот этот слой. Поэтому бывает втяжение по ходу нити. А когда мы заходим с мягкого в жесткое, мы четко здесь идем, как к конюлей, в мягких тканях. И потом только прикрепляемся к по-неврозу. И мы не заходим никогда в мимическую активную зону. То есть мы смотрим, она улыбается, мы смотрим приблизительно, где заканчивается у нас круговая глаза, сокращение с головой. Да, вот мы смотрим. Ну, фактически эта линия будет вот провести вниз. Здесь мы тоже не заходим сюда, потому что если мы кок ставим сюда, мы делаем так, все. А народ открывает, все, у него все срывается. Поэтому в мимически активную зону мы не заходим. Мы делаем, как тянут хирурги, латеральные части. Тянем. Когда мы их тянем, все красиво получается. Бывает, остается на веса чуть-чуть складка. Тогда можно вот таким вот вектором, опять же, отсюда. Отсюда отыскать заходишь. Нет, коками все. Просто мы выделяем вот эту...